Значит, мы поговорим о том, о продолжении этого доклада Антона Прозорова по поводу истинной репрессии. Значит, то, что он говорил, не соответствовало тому, что он потом в комментариях написал, поэтому этот вопрос надо как бы подробнее обсудить. Значит, я буду пытаться использовать достаточно редкий технический прием, который встречается только, пожалуй, у Гегеля, именно в том самом томе «Фернологии Духа», именно в той самой первой части. Это вопрос, так называемый, о примере. Значит, пример. Что является у нас примером? Проблема, она состоит в том, что мы очень часто многие вещи мыслим как представляющие понятия. Значит, что такое понятие? Вот у нас есть конкретный маркер, он адресуется к некому понятию маркера. От этого понятия маркера мы адресуемся, соответственно, через понятие, то есть понятие последовательного соотношения одного маркера к другому. Это как бы вот такая вот эта странная вещь. В то время как у Гегеля встречается следующее рассуждение. Вот у нас есть самая ночь, которая является у нас бытием. То есть интересно, что та самая ночь, чувственная ночь, она является и представляет из себя некое бытие. То есть она не находится в бытии, как находится она в пространстве. Она не охвачена бытием, как она охвачена временем. Но она сама из себя представляет самое-самое бытие. И этот вопрос, конечно, интересен, но не он у нас сегодня является предметом нашего рассмотрения. А является нашим предметом нашего рассмотрения. Значит, другой вопрос. Помимо того, что здесь бытие и сущность как-то тождественны в этом предыдущем рассмотрении Гегеля, в нем оказывается, что ночь является одновременно не только самой ночью, не только той просто чувственной, но и чем-то другим, чем примером другого сущего, которое могло бы находиться на ее месте. То есть, например, дня. Мы видим ту странную вещь. С одной стороны, ночь, как нечто чувственное, она ограничена днем. То есть определить – это ограничено. Насколько она определенная, значит, она чем-то ограничена. Она находится на фоне чего-то другого. Это с одной стороны. А с другой стороны, она еще и изнутри себя представляет как бы ночь, то есть день. То есть она является примером дня. Это странный ход, когда у нас оказывается, что в отличие от понятия ночь и день не опосредованы каким-то понятием. Не опосредованы понятием, например, времени суток. Вечер, утро, ночь. Они не опосредованы. Они относятся напрямую к друг другу. То есть ночь выступает в качестве примера чего-то другого, то есть дня. Ночь ровно настолько же является днем под днем, хотя она все остается ночью. Потому что она пример самого себя. Вот это стало. Мне казалось, что она действительно пример себя. То есть ночь, она и есть ночь, и пример ночи. Да, но день здесь... Она пример потому, что единична. А если единична, значит, это на единичных всегда много. Да, и это как бы очень важно. То есть мы можем ничего не знать, мы можем не верить, мы можем не помнить, мы можем не надеяться на то, что на смену дня наступит, на ночи наступит день. Мы можем на это не надеяться. Мы об этом можем не подозревать. Но в этом странном предварительном рассуждении у нас оказывается, что ночь является как бы не только самой ночью, но является еще и примером самого себя. Она является не только некой сущностью во всем своем прохладе, чего-то там в темноте, в звездах, но она является еще и образцом этого самого бытия. Вот такая вот эта странная вещь. Вот этот странный технический ход, на который хочу обратить ваше внимание, которого мало кто знает в применении Гегеля, мы попытаемся применить той самой картинки, которую нам нарисовал Антон. Что Антону очень хотелось, безусловно? Ему хотелось, чтобы какой-то родовый закон, например, о том, что Крым по закону подписал, Бухарестский или Будапештский этот меморандум, один алкоголик, он его подписал, а Будапештский подписал, и по нему обязательств уважать территориальную ценность Украины. То есть, каким образом Крым переходит во владение Украины. Если мы его присваиваем, даже если крымчане этого хотят, по сути, этого хочет и как и Россия, так и крымчане, то с точки зрения абстрактного права, говорит Антон, у нас, значит, возникает определенного рода коллизия, потому что и он предлагает любой закон, любое право сделать таким образом как бы слабым. То есть, это как бы и закон, а как бы и незакон, говорит Антон нам, да, про все эту самую штуку. Вот как раз это... А потом он расшифровывает, как он говорит о слабости закона. То есть, закон должен являться как закон, при этом как бы в такой форме чего-то случайного, говорит Антон. Совершенно необязательного, не императивного, не категорического. В этом смысле и мама, которая говорит своему сыну, надень шапку, уши отморозишь, да, есть известный анекдот на эту тему по поводу английского шпиона и русской анатомии, да, но все его знают. Надень шапку и руку, демонстрирует тем самым свое высказывание не просто, как некоторого сообщения, это действительно все абсолютно правильно, то, что она говорит. Но она делает это самое заключение в форме очень интересной вещи, в качестве чего-то императивного. Но я хочу обратить внимание, что в любом нашем высказывании уже содержится то, чего бы очень хотел и желал Антон. То есть, вот этой самой случайности. Ведь когда у нас ночь является примером ночи, это она в том числе показывает, что она сама себя, что она на это место выступила в качестве чего-то случайного, не императивного, не необходимого. Она оказалась на этом месте. В этом смысле вот ее такая, некоторая примерная сущность. И здесь точно так же. Любой закон, вот есть же такой, я бы его назвал либо неврозом, либо психозом правового государства, когда все бумажки, которые написаны как бы в этой штуке, воспринимаются как что-то обязательное. Вот это правовое государство, что все должно быть по закону. Но оно на самом деле, вроде бы все является по закону, но закон выступает одновременно, как не только сам закон, но как пример своего нарушения. То есть, как пример самого себя. В этом смысле он показывает не свою императивную силу, а показывает свою некоторую совершенную случайность. И об этом все знаем. Нам очень важно понять Яровую как трагический персонаж. То есть, того, которого пишет закон и пытается за счет его абсурдности, невыполнимости или чего-то, таким образом придать ему оранг бытия то и сущего. В то время как он всего лишь пример. Почему он абсурден? Нет, ничего он не абсурден. Ну блин, ну ты обсуждаешь, сколько звезд на небе в ночи. Это же не... Я же не о том. Я же не о том. Я же не о том. Любой закон, не обязательно Яровой. Ну, просто я икатно сказать. Ну, любой закон, хорошо. Ну, просто... Закон любой, а понять Яровую как трагического персонажа в этом смысле. Ремизулину. Как трагического персонажа понять. То есть, когда у тебя как бы закон, он как бы попытка принять ему ранг сущего, в то время как он всегда пример самого себя. Вот эта примерность в любом законе, который у нас как бы существует, она у нас является чем-то чрезвычайно существенным. А значит, примерность закона? То, что он является, как и ночь, является примером ночи, так и закон является примером закона. Ситуация единичности, а закон там не очень понятно. Как бы я, как бы девчонки понимаю, не знаю, что в аналогии непонятно. Как бы там пример день, почему как бы он пример бытия? Потому что как бы он единичный, и много что еще может выступить там, и непонятно, что выступит. Нет, значит, ночь является примером ночи. Она с одной стороны является самой ночью, то есть, определенности. С другой стороны, со второй она является как бы бытием, или непосредственным, с точки зрения. И третья, она является примером того, что могло бы явиться на этом месте в качестве сущего. Вот как она является. То есть, трехкратная, она и бытие, и сущность, и пример сущности. И бытие, и сущность, и пример сущности. Она еще сущность, я не знаю, как бы. Но пример бытия, да. Опять не пример. Истинная чувствительность, 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 истинная чувствительность. Я бы вот так ее сформулировал. Изначально, насколько я понимаю, идет разговор между игрой достоверности и истины. У него, кстати, достоверность и истины, но в главе это самосознание совпадает. А в данной ситуации достоверностью является нечто единичное, а истина является бытие. То есть достоверность и бытие не совпадят. И это как бы является поводом того, чтобы дальше развиваться. Да, но я не хочу сейчас воспроизводить это построение Гегеля как от сущности. Я просто хочу показать, что у нас все, что любое сущее, которое к нам является, оно является не в той форме, которой кажется, то есть в качестве чего-то императивного, а в той форме, которую так желал Антон. Оно так и является на самом деле. Как чего-то в тот же самый момент случайного. То есть мать говорит, одень шапку. Нет, смотрите, я, может быть, просто не попадаю в терминологию, и давайте попытаемся уравнять языки просто-напросто. Все-таки в том примере Гегелевском, о котором ты говоришь, там все-таки ситуация двучленная. То есть он ночь есть, и в то же время ночь есть пример себя. То есть ночь является чем-то сущим. Но я бы сейчас сказал… Она совпадает… Это та сущность, которая совпадает с существованием. Да. Да. И в то же время она является примером себя. То есть она мыслится как сущность возможности без бытия. То есть она как бы выступает таким квази-понятием. Конечно, еще не понятия этим были. Да, конечно. Это тоже можно сказать, да. Но это не понятие, а вот именно пример. Да. Это пример. Точнее, конечно, пример. Но все-таки смотри. В паре, к примеру, выступает сущее на мысли все-таки. То есть то, что есть. То, что есть. Ну. Вот. Теперь вернемся к примеру с любым законом, который принят в Государственной Думе или кем бы то ни было. Но, кстати, пример с нашей Государственной Думой особенно прекрасен. Потому что принимается такой закон, который сущим, то есть тем, что есть, вообще не является. Почему? Ну, потому что нет физической возможности осуществить то, что этот закон, так сказать, предписывается. Он остается сугубо примером самого себя, но не является сущим просто вообще никак. Вот я эту ситуацию интерпретирую иначе совершенно. Я-то ее интерпретирую, что как раз в этом есть определенного рода жесть отчаяния. В его абсурдности, ненужности какого-то закона, возникает попытка сделать вот этот самый закон из примера, то есть из игры определенности. Превратив в сущее. Да. Именно как раз все абсурдности. Откуда возникаются абсурдности и отчаяния? Именно из-за того, что сущего-то нет. Да. А ты хочешь должное затолкать в сущее. Да, да, да. Ну, вот. Мы об этом говорим. Отлично. Совершенно верно. Вот в этом я говорю, что Юровая трагический персонаж. Она пытается, то, чего, благодаря мечтам Антона, если так, игра между примером и определенностью, примером и определенностью, вот на этом игре, она пытается затолкать это в сущее. Ну, и да, понятно, что там, да, в этом смысле она Трагический персонаж. Трагичный персонаж. Да. Ну, по крайней мере, в каком-то смысле понятно, что тут напряжение, истерика, которая за этим стоит. Ну, допустим. Конечно, да. Допустим, да. Ну, я хочу обратить внимание, почему он так назывался у него истинная репрессия. Таким образом, оказывается, что одно вот это самое развлечение уже, все, что есть по факту, когда все, что перед нами является стол или что-либо еще, одновременно с тем, что они являются собственно столом, является примером того, что могло оказаться на месте этого стола. Другим столом. Или чего-то там еще. За счет этого. И здесь нету, как бы, вот этого самого игры с сущностью, поэтому здесь нам и требуется репрессия. То есть мы вынуждены путем определенного рода репрессий утверждать вот это то, что оно есть и которое внутри самого себя противоречило в качестве сущего. Именно репрессия. Обязательно массовое сжигание инакомыслящих. Обязательно какого-то рода репрессии. Они здесь невозможны. Почему? Потому что все, что нам дано, и мы это отлично понимаем, все дано в форме не абсолютно истины, а в том, что у нас все, что перед нами дано, имеет перед собой различие между сущего, ну не сущего, определенность и примера этой определенности. Но только те примеры, о которых говорил Антон, и насколько я помню просто по записи, то что он говорил, вот все эти там шапочки, например, начиная, там ситуация противоположная. Там есть некоторое сущее, но репрессия состоит в том, что к этому сущию приколачивается некоторое долженствование. Вот это не просто есть, но это должно быть. А в случае с Яровой, там другая история, там нет этого есть. Но там есть чистое, голое должно быть. Я насколько помню его. Которое вообще не имеет никакого шанса получить бытие. И оно так и останется вот этим висящим долженствованием. Не реализуемо. Ну непонятно, я-то думаю, что есть. Но попытка, и у этого и нету. И у матери, которая говорит про... Не, ну у нее есть сущее. Мальчик шапочку надел. Да. Вот она просто пытается... А, в смысле, мальчик шапочку надел? Вот в этом случае. Конечно, да-да-да, конечно. Ну и эти тоже шапочку наденут. Нет. Наденут. Да нет никакого... А я взял, посчитал тупо. А я взял и посчитал. Да это невозможно. И оказалось, что все люди рассказывают, что там надо этот... Трафик за полгода уже на какие-то триллионы рублей оказалось полной фигней. Оказалось, что весь их трафик смс-ок, например, в одну флешку большую влезает. Да, там уже рассчитано, что там ничего не надо. Конечно. И эти штуки я посчитал по битрейду. Один мегабит в секунду. Ну такой нормальный. Истерика. Получилась. Получилась. Комната заваленная дисками. А если там еще активировать все в грамотах? Там вообще это вместо... Ну, на как у нас битрейд сейчас... Мы лично генерируем это контент на Ютюбе. Да, да. Куда больше. Да, да, да. Представьте, что так вот где-то еще сидят. Вот, уважаемые, вы думаете, что все так просто? Я могу сказать, что вот сегодняшний семинар в Сумме вечером, он сгенерирует в Сумме где-то на моем компьютере в Ютюбе около 30-35 гигабайт памяти. Ну, вы говорите, что эсэмэски все это занимает место очень мало. Да. Я взял, посчитал просто. Взял вручную. Но это другой вопрос. И выяснилось, что вся эта штука была... Когда действительно был закон, что нам весь контент надо хранить. То я скачал Санта Барбору, храни ее полгода. А выяснилось, что надо звонить... Эсэмэски, телефонный сигнал. И это делается как не элементарно. Это никаких триллионов рублей не требует. Истейка просто, как всегда, на пустой месте. Ну ладно, возвращаемся к философии. Как бы, тем не менее, на день сегодняшний, на день сегодняшний, понимаете, ты, может быть, посчитал, да? Да. Но правительство на, как это, вчера, позавчера, да, министр Никифоров доложил, что для исполнения этого закона потребуется такое количество этой специализированной техники, которого не производится в мире в целом. Да. Это просто неграмотно. Подождите. Это может быть неграмотно. Я слышал локею весь. Подождите, подождите. Влад. Это может быть неграмотно. Может быть, он не умеет считать на калькуляторе. Может быть. Но правительство, правительство это берет за чистую монету. Да. И оно имеет ситуацию, что физической возможности вы притворить этот закон, надеть на ребенка шампочную... Но она так думает. Но она так думает. Понятно, понятно. Понятно. Все это понятно. Но, тем не менее, физической возможности надеть на ребенка шапочку нету. Потому что нет такой шапочки и нет такого ребенка. Ну, так думает правительство. На самом деле, ребенок есть и шапочка. Совершенно верно. Но, тем не менее. Они сейчас хранят на самом деле. Они уже сейчас, может не столько какие-то информации, уже сейчас много какой-то информации хранят. Ну, хорошо. Безусловно. Это не меняет другого. Это не меняет того обстоятельства, что ситуация все-таки состоит в следующем. С точки зрения вот этого самого закона, который висит. Я просто... Ну, это вопрос чисто технический. Это долженствование, которое не находит реализации в бытии. Да. Никакого. Да. Тогда как с... Тогда получается, что... Ну, и сами они это понимают. Но возникает вопрос истеричности. Его начинают с истерикой пропихивать. Вот обязательно. Пусть и рает, который где с крами танцевали. Верующий человек должен отправить на два года на зону. Почему? Потому что... А говорят, что пусть и рает другого хайпа танцевали, их просто пинкать не выгнали и забыли. А это уже не первый раз же было. Нет. Я имею в виду... Я имею в виду, что... Я имею в виду, что истерику не нагнетать, а еще... Что репрессия возникает от истерики, от невозможности превратить то, что у тебя есть, в сущее. Да. Совершенно верно. Поэтому тебе надо обязательно кого-то сжечь, кого-то убить, кого-то на два года посадить. И кого-то наказать на деньги. Только по той простой причине, что ты оказываешься вот в этой невыносимой ситуации, что всякое... Все, что ты пытаешься предать форму закона, на самом деле является примером этого закона, а не самим законом. Вот в чем дело. Да. Это не сам закон. Это совершенно точно. Да. А является примером этого закона. Отсюда эта истеричность. Поэтому, если ты пытаешься по-настоящему верить, ну, обязательно у тебя должны быть жертвы, обязательно должна быть репрессивность. Да. Поэтому я думаю, что вот все эти сопли французские по поводу того, что мама принуждает ребенка носить шапочку, и это есть насилие. Это все как бы детский сад, штаны на лямках. Настоящее насилие начинается, когда сущее невозможно, а есть только голое должностование. Вот тогда да. Да. Тогда начинается бессмысленное... Да, да, да. Вот. Я про это и хочу сказать, да. Сплошное насилие. Да, я про это и хочу сказать. Я не знаю, при чем здесь христианство, но применить... У нас сплошное должностование без бытия. Да. Это да. Там как раз фишка в том, что бытие как раз тоже есть. Но оно завещано, так сказать, после смерти. Да, нет, нет. Не завещано. Нет, нет, нет. Он правильно говорит, но... Ну, во всяком случае, как бы не отвлекаясь вот как бы в спорные примеры, да. Есть и спорные примеры. Вот этот вот... Да, да. А с христианами я вообще тоже полагаю, что почему они сейчас такие спокойные. И потому что не то, что они сейчас... Христиан нету, люди не верят по большому счету, в чем и свет соответствует. Но проблема состоит в том, что они даже не пытаются верить. Вот в чем дело. Ну, в массе своих. Как бы про массы говорить, ну чего, да. Массы, они такие. При Риде же ходит в право. Да я знаю, да. Я понимаю, да. Защити христианство. Что защищать? Ну, раз грязными лапами. Что защищать? Собственно говоря, есть и тезис каков, да. Что вероятно существуют люди, для которых христианство это всего лишь вот некоторое бла-бла-бла. Ну, да, я даже в этом уверен. Ну, я-то не об этом сказал, конечно. А чего ты сказал? Ну, я говорю, что здесь та же самая ситуация, что как бы любая вера, она одновременно является еще и примером веры, да. Вот в чем дело. Совершенно верно. И тебе, чтобы ее как бы утвердить здесь, это точно такая же возникает, точно так же и истерика. Поэтому для того, чтобы пытаться по-настоящему поверить, это обижать не должен кого-то сжечь. Здесь, может быть, речь идти вот о репрессиях и о насилии в таком во французском смысле слова, когда мама, убеждающая ребенка носить шапочку, совершает репрессию, потому что внушает некоторую истину. Может быть, в таком смысле в вере, в христианстве вот такое насилие есть. Но там нет насилия такого, как в законе Яровой. Вот этого нет. Потому что в законе Яровой просто нет сущего. А в вере сущие есть. И есть, да, есть сущие и пример самого сущего. Ну, а кто обещал, что будет легко? Тут он шапочку легко не наденешь. А уж тем более... Да, пункту шапочку надеть тяжелая. Ну, что? Все? Все? Продолжение следует...